Возле моего отеля есть улица и посмотрите какой здесь бешеный трафик И это еще не самый бешеный трафик просто сегодня день республики я подумал что возможно только сегодня столько много народу но как сказал Александр нет еще бывает больше народа оказывается я надеялся что завтра здесь будет спокойно но попробуем вернуться сюда утром и посмотреть насколько изменится улица чтобы вернуться сюда утром вам не нужно ждать 24 часа технологии все сделают за вас А вот так это выглядит все с утра Мы сейчас находимся в местной турецкой кафешке в Стамбульской и выглядит она очень атмосферно это узкая лесенка по которой мы сейчас поднимались небольшое помещение и небольшое количество народу это местная кафешка Я даже этого не знал но оказывается Я очень популярен в Турции только что напала на меня толпа детей и пыталась узнать как называется мой канал потом все со мной фотографировались ну наверное через минут пять они забудут вообще кто я такой Раз мы приехали в Стамбул я не мог не рассказать почему люди повально едут сюда что здесь такого дело в том что Стамбул это мировая столица по пересадке волос поэтому я договорился с Александром он оказался моим подписчиком и пригласил меня к себе в клинику называется клиника космедика и познакомил с доктором кстати эта клиника работает с 97 года и является одной из самых лучших клиник в Стамбуле соответственно одной из самых лучших клиник в мире я встретился с доктором где он мне рассказал как происходит пересадка думаю что для моих подписчиков для мужиков которым за 30 возможно это будет интересно приятного просмотра Какие друзья? Привет! Здравствуйте! 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 Я хотел задать вам пару вопросов с помощью переводчика Да, конечно! Первый вопрос я знаю что Стамбул это столица такой по пересадке волос и мне стало интересно как вообще происходит вся эта процедура Это очень важно, как открываются каналы, если он сделает вот так, как он сейчас показал, то все волосы будут расти вверх Если вы берете 10-15 градусов на фронт, если вы берете 30 градусов, то волосы будут расти в таком направлении Если пациент зачетывает волосы на правой стороне, то нужно сделать волосы немного другими Если пациент зачетывает волосы на правую сторону, то в такой же сторону нужно делать дай и разрезки На макушке у нас как круг Так как растут волосы свои, вот так вот нужно и канал открывать Это очень важно Это дает последний эстетический результат Как открываются каналы, так и будут расти волосы, так и будет выглядеть пациент У меня еще вопрос Почему-то сейчас у меня назрел такой вопрос, очень интересный, я думаю у вас он тоже А возможно ли из прямых волосы сделать кучерявые и наоборот У меня кучерявые волосы, но иногда хочется прямые волосы и наоборот мы видим с прямыми волосами Хочется быть кучерявыми Возможно ли сделать, например, из прямых волос или из прямых волосы сделать кучерявые волосы? Нет Мы не можем поменять генетику Мы берем пациент, который мы имеем, и мы поменим место Конечно, после поменения места, то есть очень минимальные эстетические правила Смотрите, в общем, они не могут, да, конечно же, из прямых волос, например, сделать кучерявые Почему? Потому что это генетически у вас заложено, да, какие у вас волосы Поэтому они не могут поменять структуру волос Они только берут волосину вашу и пересаживают на другое место А, допустим, у человека, который хочет нарастить волосы, хочет нарастить бороду, реально ли это вообще? Пересадить на бороду Можно сделать себе более густую Можно ли сделать, например, более длинные выношения на плав benefits? Это возможно Это возможно Мы тоже есть много случаев Есть нос по толщине А с носом И, соответственно, мы тоже используем этот doen Потому что мыши становится сильно просто на волосы А на бlol На бороде нужно открыть каналы очень близко, параллельно, практически, к коже, чтобы вот так вот, ну что на бороде, волосы растут прямо прямо, вот так. 10-15 градусов. Это очень важно. Это очень важно. Это очень интересно. Как мы имплантимы? Это просто открытый канал. Мы имплантимы с этим устройством. Мы поставим волосы вверх, вверх, вверх. И мы открываем канал, вверх, и мы нажимаем на него. Имплантацию проводят с помощью вот такой, как ручки. То есть они вставляют туда графт, потом вставляют эту ручку в канал, и потом уже вставляют туда этой ручкой графт. Это имплантация проводится, да, этим инструментом. Мы также можем сделать это для бир. У нас есть разные случаи. Я могу вам показать один, например. Он сейчас покажет. На нашем инстаграме. А вот, собственно, тот человек, благодаря которому удалось организовать поход в клинику и узнать, как это все происходит. Потому что мне безумно стало интересно, что такое вообще пересадка волос. Сейчас тфу-тфу-тфу, не дай бог, конечно же, в жизни мне пригодится. Кстати, вот этот человек делал эту пересадку волос. Ты же делал, правильно? Да, да, но уже очень давно. И сколько лет пришло уже? Семь лет. И как тебе? Все хорошо. Хорошо. Ну, отлично. Стамбул – это город на холмах. Тут, что и дело, дороги вверх-вниз, вверх-вниз. Лучшее кардио – это погулять по столь калорийному городу, как Стамбул. Вы не ослышались именно о калорийному, потому что здесь очень калорийная еда. На самом деле, я хотел сказать – калорийному. Просто уже маленько подустал. Как выбрать хорошее место, где можно поесть? Если вы смотрите по сторонам, смотрите в кафе, и там много людей, так как здесь, то это означает, что место крайне популярное, и здесь 100% вкусно. И я думаю, что недорого, потому что в дорогие места обычно много народу не ходит. Стамбул – это очень большой город, который расположен между двумя морями, между Черным и Гранитным морем. Гранитное же, правильно? Мраморное. А, мраморное. Ну, почти. Стамбул – это очень большой город, точнее, не так. Это очень длинный город, который расположен вдоль Босфорского пролива между Черным и Гранитным морем. Блин, почему Гранитным? Там мраморное море, мраморное. Поэтому пешие расстояния тут просто гигантские. Можно выйти и буквально нашагать километров 30 без всяких увеличений, просто пройдясь по центру. А, мраморное. А, мраморное. А, мраморное. А, мраморное. Вы оценили, какой здесь трафик автомобилей и людей? Так вот. Это одно из самых тихих мест Стамбула. А, сейчас мы… Извиняюсь, тут просто едет скорая помощь. А, сейчас мы двигаемся на площадь, где просто будет безумная давка. Кстати, ребята, вы знаете, что кошки в Стамбуле не отзываются на кис-кис-кис, они отзываются на… Извините, если кто-то из вас захотел вдруг в туалет, но это действительно так. Стамбульские кошки – стамбульский язык. Главная площадь республики, собственно, где будет проходить сегодня торжество, называется Площадь Токсин, куда мы сейчас пришли. Здесь очень много народу, но оно и понятно, потому что сегодня праздник. Но скажу вам, как говорят местные стамбульцы, что народу тут много всегда. Мы хотели узнать, что такое стамбульский трафик. Вот это стамбульский трафик. Кстати, девушки здесь выглядят совершенно по-разному. Есть кто полностью закутан в паранже, тот, кто соблюдает веру очень строго. И очень много девушек, которые, в принципе, тоже являются мусульманками, но, тем не менее, ходят свободно. То же самое, как наши девушки. В принципе, особо ничем не отличаются, только внешностью. Что я заметил в Стамбуле за один день пребывания тут, то, что очень много людей, которые курят. Практически каждый, не знаю, 50% людей, коренных жителей Стамбула курят. Еще и добавляют атмосферу туристы, которые приезжают сюда. И такое ощущение, что ты идешь в сплошном дымокуре. Это действительно так, когда ты попадаешь в Стамбул, тот, кто был в Стамбуле, меня поддержит. Друзья, продолжая традицию, в каждой стране, в которой я нахожусь, я выбираю себе нашивку на свою куртку. Сейчас зашел в Ливай, чтобы не нарушать традицию и выбрать нашивку из Стамбула. Пока, если честно, я не понимаю, какую выбрать, но нужно ту нашивку, которая будет максимально вызывать у меня ассоциации именно с этим городом. И здесь их достаточно много. В общем, взял значок Music. Не знаю, почему музыка, потому что, наверное, здесь очень много звучит людей, которые зазывают на молитвы. И я знаю, что это совсем не музыка, но почему-то Турция ассоциируется у меня с вечно играющей музыкой. То с кафе, то люди, зазывающие на молитву, то еще где-то. Поэтому музыка подходит Турции идеально. Мы сейчас пришли к Галатской башне, и нам очень повезло, потому что именно сегодня она раскрашена в особый цвет стамбульского флага. Сейчас нахожусь в холле гостиницы. Здесь есть такая качелька прикольная. Кстати, в октябре достаточно прохладно под вечер, поэтому необходимо брать с собой кофту в рюкзак, чтобы она всегда была. Можно было ее надеть и согреться, потому что вечером достаточно холодно, хотя температура плюс 20. Это октябрь. А сегодня у нас получается 30 число. Ну, конец октября, как бы, понятное дело. Зимой тут тоже достаточно прохладно. Плюс 5 до нуля. Редко температура опускается, но тем не менее температура не жаркая, так скажем, не позагораешь. Сейчас я приближаюсь к мосту, который делит Стамбул на европейскую часть и на Азию. А Босфорский пролив делит эти две стороны и их соединяет вот этот вот мост, по которому я сейчас буду переходить. Я, если честно, даже и не думал, что с этого моста открывается такой шикарный вид на две стороны Стамбула. Вот, посмотрите. Это первая сторона. Это та, откуда я пришел. И обе стороны по-своему шикарны. Вы, наверное, заметили на панораме, что Стамбул находится в неком смоге. Сейчас сделаю потемнее, чтобы было понятно. Вот теперь видно, да, что есть какой-то смог. Так вот, это не смог. Я же говорил, что Стамбул много курит. Так вот, доигрались. В팅. Время. Время. Субтитры сделал DimaTorzok Турция это про колорит Только что мы шли среди новых кварталов Относительно новых чистых районов Буквально повернули налево И здесь очень сильный контраст 100% Стамбул город контрастов Город колорита Город в котором все разное Город где сочетается Европа и азиатский колорит И в этом на самом деле и есть фишка Стамбула Ну что я на месте Собственной персоной мечеть Сулеймана Внутрь не пускают в шортах Поэтому мне пришлось надеть вот такую юбку Ее дают на входе кстати Поэтому если вы пришли в шортах ничего страшного Вам дадут специальную юбку голубую И в ней собственно можно попасть в мечеть Как снаружи так и внутри она очень красивая Поэтому стоит в нее зайти 100% Потому что она потрясающая прям объемы поражает Сейчас все покажу Ребята кстати знаете почему женщины и мужчины В мечети молятся отдельно Не потому что там женщина какая-то вторая И так далее по главности Нет Потому что женщина ну может стоять перед мужчиной Они же там поклоняются И мужчина может отвлекаться на женщину Это естественно да Когда мужчина смотрит на женщину И соответственно он отвлекается от молитвы Поэтому женщины молятся отдельно Мужчины молятся отдельно Вот настолько все просто А дети-то знают толк в деньгах Доллар просят Каждому из вас нужно каждому из них короче дать Сейчас дадим Дал им каждому по 2 евро Теперь я хочу дать им еще русские деньги Дети знают как короче находить язык с туристами Кстати отсюда открывается неплохая такая панорама на город Субтитры создавал DimaTorzok И так сейчас я нахожусь на Гранд Базаре Это центральный рынок Так скажем Египетский рынок еще по-другому его называют И это уже больше не торговая точка А именно туристическое место И сейчас я вам его покажу Ну собственно долго тут останавливаться не будем Потому что место все-таки туристическое Цены соответственно выше Атмосферное, красивое Стоит посетить? Конечно стоит Моя цель, куда я сейчас направляюсь Это голубая мечеть И карта мне показывает, что нужно пройти через рынок И я маленько заблуждал Так, сейчас буду искать отсюда выход Ну что я вам скажу, ребята Я на месте И с виду голубая мечеть Вовсе не такая уж голубая А сейчас попробую зайти вовнутрь И посмотрим Насколько она соответствует своему названию К большому сожалению Мечеть сейчас находится на реставрации Поэтому вокруг мы видим Ну что-то подобие голубой мечети На самом деле, если присмотреться То есть небольшой голубой оттенок У мрамора Ну или возможно мне просто кажется Потому что я ищу где-то вот связь Между голубой мечетью И собственно с самой постройкой Так, я сейчас нахожусь внутри голубой мечети Здесь почему-то мне не сказали надевать штаны Видимо то, что она находится на реставрации И видимо то, что это прям вот туристическое Максимально туристическое место Скажу вам, что мечеть Сулеймана Она значительно масштабнее И в ней больше турецкого колорита А теперь, когда я попал вовнутрь Я понимаю, почему ее называют голубой мечетью Дело в том, что здесь действительно Так, а это тоже баннер, кстати Здесь действительно очень много голубой мозаики На потолке Вот вы видите, да, за мной И плитка маленько голубого оттенка А сейчас давайте без лишних слов Просто под замечательный джаз Посмотрим на город Тем более здесь есть на что посмотреть Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok